Внутренний долг Китая по отношению к ВВП превышает 320% Плюс в том, что долг весь внутренний По идее его можно как-то расшить Но если вы расшиваете долг, вы должны на кого-то списать убытки А это всегда болезненная тема И главная проблема – это политика Это не отсутствие демократии Это то, что коррупция из эффективной в массе своей становится неэффективной Зарплата в китайском госаппарате такова, что Си Цзиньпин недавно повысил себе зарплату И стал получать аж 2300 долларов в месяц Это самая высокая зарплата в Китае Зарплата людей в уездных администрациях примерно 300 долларов в месяц Но там есть соцпакет Но вы сидите, ворочаете миллионами От вашей подписи зависит решение на десятки и сотни миллионов долларов А при этом получаете 300 долларов Понятно, что это не работает Еще в китайской системе с ее кумовством Мимо своего рта вы вряд ли сможете проносить какие-то кусочки И вы начинаете воровать Что пытается сделать Си Цзиньпин? Он пришел к власти в 2012 году И считает, что надо бороться с коррупцией Он начинает терроризировать средний и верхний управленческий слой Сажает бывших членов Политбюро Бывшего министра госбезопасности и куратора нефтяники Одновременно Такой силовик нефтяник И этого человека отправили на пожизненное У семьи его нашли 20 миллиардов долларов И всех дружно отправили за решетку С такими людьми Си Цзиньпин борется Но реформы не получаются Происходит как у нас Люди садятся и начинают ничего не делать Опасно Зачем подписываться? Подтыривают аккуратно, пока око не видит В итоге реформы затормозились И 10 лет отведенных на реформы не хватает Сейчас Си Цзиньпин всячески пытается изыскать вариант Чтобы зайти на третий срок В основном Китай сейчас этим и занимается Как решить проблемы экономики И как оставить Си у власти При этом рядом вырос огромный военно-промышленный комплекс Огромная военная машина Которая требует того, чтобы ее перевооружили, воспитали В идеале мы с Китаем прекрасная геополитическая пара Мы сразу же друг друга находим И у нас должен был бы быть потрясающий бурный роман Почему? Если вы посмотрите на структуру экономики Они взаимодополняемые Китай – огромная машина и топка По употреблению природных ресурсов Это гигантское население, которому нужны нефть и газ Чтобы снижать потребление угля и выбросы метана в воздух Сельхозкомплекс за председствующие годы отравлен А население хочет дешевого и качественного зерна, мяса, овощей У нас все это есть Второе – у нас огромная граница Мы поняли, что враждовать дорого Китайцы – люди рациональные Они тоже понимают, что постоянно ждать нападения с севера со стороны ядерной державы дороговато Третье, что нас сближает – внутренняя политика Мы – суверенная демократия Китай и вовсе социалистическая демократия с китайской спецификой Где есть восемь разрешенных партий Но ни одна из них не стремится сменить у власти КПК Конечно, китайцам в голову не придет Разговаривать с россиянами о правах человека Свободе СМИ и прочих глупостях В принципе, Китай нам нужен гораздо больше, чем мы нужны ему Китай – наш партнер номер один Наш кредитор номер один Крупный инвестор в нашу экономику В Китае российского присутствия, кроме маленьких кусочков ВПК, не видно В Китае Россия – поставщик нефти номер один Но он в любой момент может переключиться на Саудовскую Аравию, Катар, Оман И жить без российских углеводородов Китай – восходящая по динамике страна Мы видели оптимистический сценарий развития России Около 2% роста в год И у нас по-прежнему большое ограничение в плане знаний о Китае В то время как в Китае неплохая экспертиза по России Главное – мы развиваемся без особой стратегии Руководство Китая и России понимают Что никакому военному союзу на антизападной почве не бывать Китайцы рассматривают масштабный конфликт с США В качестве абсолютно нереалистического сценария В это мало кто верит Потому что связи с Китаем и США Совершенно не сопоставимы с российскими У Си Цзяньпина, при всей его любви к России Дочь учится почему-то в Гарварде У 66% членов ЦК и кандидатов членов ЦК Либо у самих есть виды на жительство в западных странах Либо у родственников Товарооборот с США в 10 раз перекрывает товарооборот с Россией Какая разница, какие деньги зарабатывать Европейская или Китайская Главное – их зарабатывать и вкладывать в экономику Мне совершенно ясно Что нам необходима четкая концепция сотрудничества с КНР Без идеологии Просто прагматичная А для этого нужно привлечь новых людей, экспертов И хорошо понимающих суть дела Это и была суть дела Все будет хорошо Не сомневайтесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова